Я утверждаю, что занятие любовью в институте семьи это извращение, потому что вы в семье, когда многие из вас, многие из вас. Короче, я утверждаю, что сексуальное, что заниматься сексом с человеком, который вам хотя бы претензии какие-то предъявлял, это сексуальное извращение. Как можно любить, гладить, целовать, говорить, ты мой хороший, когда человек только что был с тобой прям не согласен с чем-то, претензию тебе какую-то как-то выдвинул, предъявил, претензию предъявил, оскорбил тебя, уж тем более, как это можно заниматься любовью с таким человеком? Не понимаю. Вернее, я понимаю, я в этом был учен. Сейчас же мне это неприемлемо, такого быть не может. Только в одном случае, если ты к этому человеку так же начинаешь относиться как к мразе. Поэтому мне было удобно очень оскорблять женщину, которая тебя оскорбляет по жизни, во время секса оскорблять, называть ее всякими самыми страшными словами. Только тогда я мог заниматься с ней любовью. Поэтому дай мужу зеленый свет, скажи, ты можешь меня оскорблять и пиздить за всю ту хуйню, из-за которой ты не хочешь заниматься со мной сексом. Вот и все. Ты ему так скажи, называй меня сука ебаной, шлюхой, мразью, пизди меня души, я разрешаю. Я заслужил это. Тебя это возбудит. Предложи ему это и все будет нормально. Потому что, а это однозначно, что он не трахает тебя, потому что он не доверяет тебе. Он не видит в тебе родного, близкого человека. Он понимает, что ты препятствие для него в жизни. Ты для него препятствие в жизни. Что? Нет разве? Ты просто громко говоришь, поэтому я и... Да, это правда. Вот такое, это правда то, что я говорю. Тяжелое бремя, и он не знает, как из этого выйти. Он запутался, заблудился. Помоги ему выбраться. Или отпусти его, или дай ему возможность тебя оскорблять и бить во время секса. И тогда у вас все будет классно. Но долго это не протянется. Если ты будешь продолжать его истязать, и на этой штуке вы сойдетесь в сексе, то ваша жизнь полностью вообще развалится. Просто эмоционально из другой бы и истощите, и все. Короче, вот такая хуйня. Ничего в этом хорошего нет. Лучше отпустить его, и пусть он найдет себе нормальную женщину, спокойную, с которой он может успокоиться, довериться, расслабиться. И ты найдешь мужчину, которого ты тоже расслабишь, успокоишь, чтобы он не нервничал с тобой. Может быть, ты найдешь себе эти возможности, способности. Все будет отлично. Вот такой ответ. Спасибо.